Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Гердисе, Харе Кришна. Паскайте, бус русų kalба, kam reikės vertimo, jums reikės? Jis mane nori matyti, mane arba divybių nori matyti, jis nieko nemato. Jai yu radha matkha ba, jai yu kun jabi hariri. Jai yu radha matkha ba, jai yu kun jabi hariri. Jai yu radha matkha ba, jai yu kun jabi hariri. Jai yu radha matkha ba, jai yu kun jabi hariri. Jai yu radha matkha ba, jai yu kun jabi hariri. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень много санскрита. Четыре строчки. Четыре строчки. Четыре строчки. Четыре строчки. Четыре строчки. Четыре строчки. Атманам Ашутамасах Сухридатманайвам. Атманам Ашутамасах Сухридатманайвам. Атманам Ашутамасах Сухридатманайвам. Атманам Ашутамас Сухридатманайвам. Атманам Ашутамас Сухридатман. Атманам Ашутамас Сухридатманайвам. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Шри Адвайта Гададхара, Шивасадигаура Бхактавринда. Гри Кришна, Гри Кришна, 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 Гри Гри. Гри Рама, Гри Рама, Гри Рама, Гри Гри. Ванча Калпату Рубяща, Крипасин Юбея Вача, Патитанам Паванабьё, Вайшнавя Бьёна Монамага. Гри Кришна. Еще раз текст. Поэтому, взяв себя в руки, я постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга, чистого сознания. Храня в памяти лотосные стопы Господа Вишну, я вырвусь из круговорота рождений и смертей и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. Вот такая вот молитва. В общем, сила Парухпада сразу к делу приступает. Когда начинает комментировать этот стих, он просто приступает сразу к делу. И он сразу говорит, что страдания обусловленного живого существа начинаются с самого момента оплодотворения. То есть он уже попадает в эту материальную природу, в эти условия, он уже в очреве, и он начинает вот это деление всякие, это уже какие-то процессы материальные происходят. И он там находится в очень удобных условиях, как описывает у Шримана Бхагава, там скорченный весь такой, скрюченный. Это 9 месяцев в таком состоянии, в состоянии кольца такого сжатости. Хочется распрямиться, и не можешь, что очень неудобно. Там вот ребенок пинается, потому что он хочет распрямиться. И не получается, потому что слишком мало места. То есть вот Шриман Бхагава там описывает вот такие вот неудобные положения живого существа. И потом здесь говорится, что с возрастом страдания не уменьшаются, и даже выходя из чрева матери, младенец не перестает страдать. Ну вот в этой лекции я хочу очень много примеров привести. Как-то я читала, я смотрю, что вот по этому поводу могу пример привести, по этому поводу. То есть я буду очень много примеров приводить в связи с этим текстом. И как раз можно просто увидеть подтверждение того, что пишет Шриман Бхагава там. Я уже когда-то рассказывала, но я повторю, наверное, буду повторять еще не один раз, потому что поскольку мне Кришна сохранил память с детства, с рождения, то я хочу еще раз повторить одну вещь, что, как я говорила, что я помню себя с самого рождения как, ну, в общем, с самых первых дней. Но как я была во чреве, я не помню. Очень жаль вообще, что мне Кришна не сохранил эту память, потому что было бы интересно вспомнить, как себя чувствуешь именно там, внутри. Молилась я или не молилась, я этого не знаю. Просто Кришна стер мне эту память, я этого не помню. Но помню тогда, когда я уже появилась на свет, и вот с самого начала, вот просто эти мои ощущения такие, что когда меня положили в кроватку, еще маленькую, запелененную, то вот когда ко мне стали подходить какие-то люди, я их просто не узнавала. То есть я получила новое тело, но я не ощущала себя, что у меня новое тело есть. То есть я просто себя ощущала личностью, взрослой, зрелой личностью, полной, осознающей все это окружение. То есть все, что вокруг меня происходит, я полностью осознавала, только я не могла как-то выразить это. И я просто помню, что я чувствовала, что никакой связи я с этим миром не имею, ничего абсолютно общего. То есть жизнь начинается с белого листа. Абсолютно никаких родственных связей, никаких знакомств. То есть вообще у тебя ничего нет. Ты появляешься в этот мир, приходишь, и все, что у тебя есть, это только ты сам. И твое сознание, вот свое сознание ты приносишь с собой, больше у тебя ничего нет. И вот так вот ты лежишь просто в этой медитации, в этом в чужом тебе мире, и совершенно незнакомом, и вот подходят к тебе какие-то там тети, дяди, смотрят на тебя, ты смотришь на них, ты никого не узнаешь, и просто, и тебе даже неуютно, потому что ты один в этом мире, ни одного знакомого вообще нет. Вот как-то очень неуютно лежишь, и что делать, непонятно, в принципе. И какая связь с этими людьми, я тогда тоже не могла понять. Просто я вижу, что все мне очень незнакомо. И когда стали подходить ко мне вот эти тети, дяди, там вот склоняют надо мной голову, и там какие-то там рожицы, там пытаются развеселить, ну знаете, как эти взрослые детей веселят там траля-ля, всякие такие вот рожицы. Вот, и представляете, если вот к взрослому нормальному человеку, вот так вот с ним начинают обращаться, вот к тебе подходит кто-то, и начинает вот тебе вот рожицы такие строить. Как вы себя будете чувствовать, да? Что тебя как бы за идиоты принимают. Вот, и у меня вот было именно такое ощущение, что почему меня не оценивают так, какая есть настоящая. Мне было очень неуютно от того, что меня не воспринимают как личность, что на меня смотрят как на собачку какую-то. Вот, знаете, как бывает, заводят кошек, собак, там, ну чтобы веселее как-то было, в общем, чтобы как-то развлекаться. Ну вот и меня завели для развлечения, вот как бы как собачку или кошку. И вот такое ощущение, что вот на меня смотрят именно так, не как на личность, которая полностью осознаёт вот себя, просто вот 100%, 200% как тело просто меня воспринимает. В общем, абсолютно чуждая мне атмосфера. И вот эти люди вот так вот на меня смотрели. Это было очень больно, честно говоря. Вот с самого рождения начинается страдание. Вот, и потом, когда вот эти люди ко мне постоянно подходили, потом, когда я начинала уже расти, и я потихонечку стала осознавать, понимать, знакомиться с этими людьми. Это казалось, что это где-то папа, где-то мама. Вот это было моё знакомство. Ну вот эти вот, появляешься в этом мире, не имея никаких абсолютно связей, но они появляются в процессе того, что ты всё равно вот общаешься с кем-то. и хочешь, не хочешь, появляются какие-то родственники, какие-то друзья. Вот это вот есть соприкосновение с этой материальной энергией. И когда на тебя смотрят только как на тело, и тебя воспитывают только как тело, и тебе не дают никаких духовных знаний, просто у тебя стирается вот это ощущение, что ты независимый, что ты с этим миром ничего общего не имеешь. И вот так и было, что, в принципе, вот родители меня так вот воспитывали как тело, стопроцентно как тело, поели, поспали и всё, и выпустили погулять. Ничего о Боге не было сказано. И просто начинаешь потихоньку-потихоньку как-то внедряться вот в эту телесную концепцию, в эти отношения, в это детство погружаешься. И вот это ощущение какой-то независимости и вот этой внутренней мудрости, наверное, оно просто куда-то уходит вглубь. Оно не исчезает, но ты просто забываешь об этом. Вот так майя нас накрывает. Вот так появляются страдания у нас в нашей жизни. То есть в тробе мы страдаем, рождаемся мы страдаем, потому что нас не видят как Личности и нас вообще не смотрят на нас как на душ абсолютно. И вот так действует майя через родителей, через друзей, через окружение. И так мы обуславливаемся. И еще, сколько я помню, что когда человек рождается, то он получает какой-то комплект каких-то качеств. И я помню, что у меня не было страха совсем. Я вообще не знала, что такое страх. Ты рождаешься, страха нет. То есть дети, многие вообще-то не испытывают страха, потому что они везде лезут, ничего не боятся там. Вот они могут электричество там коснуться или рукой там в свечку залезть или еще куда-то, палец в вентилятор. То есть у них страха нет. Они этот мир еще не осознают. То есть насколько он опасный. Вот. И я помню, что у меня тоже не было страха абсолютно. Вот я тоже помню, что была, еще лежала в коляске. И я еще пыталась познать этот мир, вот эту комнату, где я лежала. И у меня там было, не знаю, месяца 3-4, наверное. Я еще об этом никогда не рассказывала. Просто это ощущение, что нету страха. Я об этом хочу сказать. То есть страх от чего? От телесной концепции. Но когда ты себя телом еще не осознаешь, то страха нет. Потому что весь страх связан с телом. Но если ты еще пока не тело, то чего бояться? Нету ничего бояться. Потому что мы боимся только, что повредим это тело или мы его потеряем. Вот. И когда вот я лежала так, смотрю, мне просто надоело вот в этой коляске лежать. Думаю, надо познавать мир. Просто ну что терять время? Надо познавать мир. Вот. Я поднялась вот сколько могла. Я подняла, стала вылезать из коляски. И стала вот выглядывать там, что внизу. Так комната просто гигантская мне казалась. Такая огромная, огромная. Все. Думаю, боже, какой мир большой. Такой я, такая маленькая в этом мире. Ну как все интересно. Потому что все новое. Ты видишь, как бы все в первый раз в этом теле. В этом теле. Вот. И потом как-то я, мне настолько было все интересно, что там внизу там. И я перевернулась. Я выпала из коляски. Вот. И, ну, реакция была очень сильная, что я успела за край коляски вот так зацепиться. Я висела просто с обратной стороны. И, опять же, страха не было абсолютно, что я упаду, там, разобьюсь или что-то там у меня там сломается вообще. Вот просто поддержала со всех сил, сколько было сил. И вот так вишу и рассуждаю. Ну, почему никто не видит, что я вишу? Почему никто не придет меня снять отсюда? Чтобы меня опять положить обратно. Потому что я до пола не достаю. Я маленькая. Вот. И, в общем, я так вишу, вишу. Думаю, интересно, сколько можно висеть? Так вот рассуждаю. Вот так вот смотрю. Ну, да. Ну, силы-то кончаются. Руки, ну, не сильные. Вот. И потом вижу, какая-то тетенька заходит. Ну, типа, мама. Я еще с ней не слишком была знакома. И вижу у нее вот такие глаза. Такие. Я думаю, чего она испугалась? Нормальное положение. Но ничего со мной не случилось. У нее столько страха. У меня страха нет. А у нее столько страха. И она ко мне подбежала. И я вот была шокирована. Почему у людей столько страха? Ведь ничего не случилось. Все нормально. Ну, я живая. Все хорошо. Единственное, что надо взять, спокойно меня снять и обратно положить в коляску. Спокойно. Никакой паники. И я вот увидела у этой мамы, что у нее паника. И вот это была моя первая реализация или как восприятие страха, что, оказывается, в мире есть страх. То есть у меня его нет, но я его увидела в людях. И мне было это непонятно. Почему надо бояться, когда ничего не случается, в принципе. И вот где-то у меня не было страха, наверное, где-то до пяти лет. В общем, но потом, в общем, из-за неправильного воспитания, из-за каких-то там наказаний или туда-сюда, в общем, у меня стал вот этот страх возникать. И вот я что хочу сказать, что просто человек, он, соприкасаясь с этим материальным миром, он волей-неволей, он начинает обуславливаться, и он начинает впитывать в себя вот эти качества какого-то страха, беспокойства, каких-то там ненужных отрисплений. Ты теряешь то, что вот ты вымолил в утробе у Кришны, у Бога. Все это материальный мир потом у тебя отбирает. Отбирает именно потому, что у тебя нет опоры, нет духовной опоры в этом мире, и эта материальная энергия у тебя все начинает стирать. Вот эти результаты всех молитв, они просто куда-то уходят. И то вот раньше, там где-то два-три стиха назад было сказано, что даже еще не каждая обусловленная душа молится в утробе. Оказывается, еще есть такие души, которые не молятся. Но тут пишется о той душе, которая взывает, то есть которая все-таки осознает свое тяжелое положение, и она взывает, и она молится, и она хочет поменять свое положение на более лучшее. И потому, что здесь говорится, что младенец, он не перестает страдать. И потому самое лучшее, что мы можем сделать, это развить в себе сознание Кришны. То есть, как вот на своем примере, что могу сказать, что, понимаете, когда, если вот у нас сознание остается чистое, незагрязненное с самого рождения, то мы можем использовать вот это наше время, которое нам дано в материальном мире, достичь нереальных высот в духовном развитии. Вот если, при условии, если, материальная энергия нас не обуславливает. Но когда мы попадаем вот в эти оковы, то мы теряем вот эту связь с Богом, мы теряем эту любовь, мы теряем... Ну как теряем? Оно куда-то уходит, просто уходит вглубь, мы просто забываем, мы не теряем. Оно всё это есть. Всё, что нам нужно, это нам нужно просто вспомнить то, что мы забыли. Потому что в нас уже бхакти уже вмонтировано, в нас уже вмонтировано вот уже это предное служение, но оно просто покрыто майей. Просто надо вспомнить, очнуться вот этого покрытия, вот как бы вот так вот встряхнуться и вспомнить, как от сна такого, от литургического. И потому вот здесь мы полностью находимся во власти своего ума материального. И вот дальше Ширил Парухпада комментирует, что наш ум или вот разум, он может быть другом, а может быть и врагом. И вот здесь повторяется мысль, что сухридатма найва разум друг. Я хочу немножко ещё вот на этом остановиться. Почему здесь Ширил Парухпада говорит именно вот об этом, что как мы попадаем под влияние своего материального ума. Вот я тут нарисовала вот такую схему. Ну она такая очень простая. То есть вот это, как сказать, иерархия такая, вот как находится, в общем, как мы, у нас есть грубое тело, да, которое состоит из воды, огня, там, земли, вот такое. И есть тонкое тело, которое состоит чувство, ум, разум и потом вот сознание, душа. И вот сейчас мы, я хочу поговорить насчёт ума. Вот это вот главная, да, вот эта вот вещь. То есть ум, если он попадает, под что он попадает, под чьё влияние? Если ум попадает под влияние чувств, то тогда он скатывается вниз. Если ум попадает под влияние разума, то есть возможность роста. Потому что ум — это что у нас? Это просто обычное элементарное вот такое материальное чувство, которое постоянно подвержено двойственности. Двойственность — это когда вот мы, ну, в общем, хочу, не хочу, там, или вот холодно, жарко. То есть постоянно меняются какие-то там, нравится, не нравится, вот эти вещи, да. Вот, и ум всё время вот это вот как бы принимает, отторгает, принимает, отторгает. Вот это есть двойственность ума, которая постоянно вот нам причиняет какие-то страдания. Вот. И чувство — это что? Это когда просто у нас… Мы всё ощущаем, да, нам приятно или неприятно. Вот. Если нам приятно, мы принимаем. Если нам неприятно, мы отторгаем. Вот. Это опять же материальный уровень такой. И если ум подвластен влиянию чувств, вот, то тогда человек может скатиться до животного уровня, потому что животные, они живут, ну, в принципе, на уровне инстинктов. Вот. Они… У них нет высокого сознания. Вы там можете им очень много всякой философии рассказывать, а не это, вот там, как вот Челпрухпада проповедовал там мышке. В общем, как тебя угораздило попасть вот в это тело? Чем ты занималась в прошлой жизни? Вот чем ты занималась в прошлой жизни? Что ты получила вот это тело? Вот. Ну, это мышка там или собачка, не знаю, там, может, ну, вот, смотреть на нас такими невинными глазами и вообще не понимать, в чем дело, о чем спрашивают. Это что значит? Что разума нет. То есть животные, они не могут ответить на этот вопрос. Нету сознания. То есть есть вот какие-то чувства приятные, неприятные, и все. Вот это уровень инстинктов. Это животный уровень. Вот. Ну, и вот если ум живет вот на таком уровне, когда человек только наслаждает, свои чувства, то тогда вот человек просто теряет свое естественное положение человека, и он начинает жить на уровне чувств, как животное. Просто наслаждается вот это, как говорится, рождение, смерть потом начинается. и вот. То есть это, этот уровень, он, он, он очень причиняет очень много страданий живому существу. Но чем человек отличается от животного? У человека есть разум. Вот. И разум, свойство разума, у разума должна быть высшая цель. Если у разума нет высшей цели, то человек, то есть если разум слабый, если разум слабый, то он также подвергается влиянию ума и чувств, и он также скатывается вниз. Вот. Но если разум, он одухотворяется, то он становится очень сильным. То есть разуму надо дать высшую цель. Тогда он может контролировать ум и чувства. Вот. Если разум слабый, он, он не может контролировать. И тогда он просто подчиняется уму и чувствам. Вот. И потому вот наша задача культивировать наш, наш разум, наш духовный разум и дать ему вот эту высшую духовную цель. Вот. И когда есть высшая цель, то тогда у разума появляется, вот у нас появляется вкус, и разум привлекается к этому вкусу. Вот. И вот это отсюда уже начинается, вот это человеческий, как говорится, человеческий уровень жизни, не животный. Именно тогда, когда удовлетворяется наш разум. Вот. И потому мы не должны полагаться на свой материальный ум. Мы не должны полагаться на свои чувства, потому что они нас заведут в какие-то дебри материального мира, и мы не сможем размотать этот колубок. То есть мы должны опираться на свой разум. Вот. И душа, и разум, они стоят очень близко. Очень близко. То есть они практически идентичны друг к другу. То есть одуховторённый разум и душа, это сознание, они стоят очень близко. Вот они должны быть связаны. Вот это наш уровень, наш человеческий уровень. Дальше всё идёт животный уровень. Вот. И потому, когда... То есть если у человека нету разума, он становится безответственным. То есть он становится просто... Он ни за что не может отвечать. И это, ну вот, как можно сказать, что это разумное животное, да? То есть это животное, но это как с каким-то уровнем разума. Но вот посмотрите, животные, они... Можно даже сказать, что животные, они живут... Ну, один аспект просто возьму, что они более разумные, чем человек в одном качестве, что животные, они не нарушают свои дгармы. Они... Новые кармы они не создают. Они живут по своей дгарме. То есть в этом они не нарушают законы природы. Но человек, имея разум, он постоянно нарушает вот эти законы дгармы. Значит, человек, он... Вот, менее разумен, получается, чем животное. Вот в этом смысле. Но, смотрите, животные, они как бы... Они, не обладая разумом, они, в принципе, не настолько опасны, если человек, обладая животными качествами, еще обладает каким-то разумом. То есть это разумное животное, получается, оно еще более опасное, чем просто животное, живое существо в теле животного. То есть вообще вот разум, если он неодухотворен, он очень опасный. Он может причинить очень много страданий как и себе, так и другим живым существам. Вот. И потому... Почему вот говорится, что мы должны одухотворять этот разум, чтобы не скатываться вот до этого разумного даже животного? Потому что люди, они очень опасные, они столько вреда причиняют. Вот обладая разумом, демоническим разумом, они причиняют очень много разрушений. И вот, смотрите, сколько убийств происходит, и скотобоин, именно из-за того, что человек может справиться с животным, может его убить, может животного, с живого шкуру снимать. Животное не может защититься. А вот человек вот с этим, с агрессивным разумом, он может перехитрить этого животного и может его просто схватить, посадить в клетку и вытворять самые ужасные вещи. То есть вот это неодухотворенный разум, он очень опасный. И потом вот наш разум надо одухотворять. и поднимать его до уровня духовного сознания и до уровня души. Для того, чтобы наша жизнь крутилась вот именно вот в этом русле. Душа, сознание и вот этот одухотворенный разум. И за свои поступки за свои поступки и за свои цели отвечаем только мы сами. То есть мы принимаем какую-то цель, одухотворенную какую-то, и никто за это не может ответить, ни государство, ни друзья, ни соседи, ни жена, ни муж. За эту цель отвечаем только мы сами. И в этом наша ответственность. И вот это есть проявление разума. То есть вот что такое разум? Я вот вчера слушала лекцию Читания Чандры, и он рассказывал про свою бабушку, очень интересно рассказал. Говорит, у него бабушка была такая очень необразованная, говорит, полтора класса образования, такая, ну, такая очень недалекая женщина. И, говорит, Богом она слишком не интересовалась, говорит, ну, то верю, то не верю, то верю, то не верю. Но когда коммунисты, говорит, сказали, что Бога нет, для нее это вообще тема закрылась. Она эту тему вообще больше не поднимала. Вот. И, говорит, как-то они жили отдельно, вот, и потом как-то бабушка вот к ним приехала в гости, говорит, значит, Таничан, я, говорит, сижу в своей комнате, говорит, моя мама на кухне. Вот. И бабушка, говорит, сначала зашла на кухню, потом, говорит, пришла в комнату, говорит, так стоит у окна и смотрит в окно. Долго-долго, так, говорит, смотрит и ничего не говорит, молча так смотрит. И потом, и говорит Читани Чандре, говорит, снег идёт. Читани Чандре говорит, ну да, идёт, а что? И она так говорит, Бог есть. И вот посмотрите, то есть она осознала, что всё-таки медитируя на эту природу, даже не имея никакого образования, она, смотря на этот падающий снег, она проникла в суть природы, и она вдруг почувствовала, что в этом падающем снеге она увидела Бога. То есть это проявление разума. Вот этот пример, как в читании Чандре он говорил, как разум проявляется даже в необразованных людях. То есть мы наблюдаем, наблюдаем, смотрим и слушаем. Вот так пробуждается наш разум. То есть даже вот этот пример с бабушкой Читани Чандры говорит о том, что мы Бога, мы не можем избежать никак. То есть это невозможно. То есть он проявляется везде, как вот Кришна говорит, что я везде нахожусь. Я вкус воды, я воздух, я огонь, я красота, я заходы, я восходы, я все. То есть это избежать нельзя, только надо иметь видение, что это Бог. И как он говорит, что я земля. То есть мы сидим на Кришне, то есть вот это тоже, как бы вот эта форма Кришны. Мы ходим по Нему ногами, мы топчем Его ногами, как бы вот. Это все Кришна, только мы почему-то это не осознаем до конца. Мы это просто, если мы воспринимаем это без Кришны, то есть это просто земля, просто вода. Но это энергия Кришны. Мы этим пользуемся. Вот это и есть проявление разума, когда мы видим все, вот это наш окружающий мир, вот это землю, вот этот пол, это все мы связываем с Кришной, с Богом. Вот тогда эта материальная природа, она вся одухотворяется. Вот это и есть проявление одухотворенного разума. Вот. И почему здесь вот Шрила Прахупада говорит, что разум, он друг. Другом он становится именно тогда, когда мы его связываем с Богом. Тогда он становится другом. Если мы его не связываем с Богом, он становится нашим врагом, он разрушает нас, он разрушает всю окружающую природу вокруг нас. Это все, это уже агрессия идет именно отсюда. И от жадности, от зависти, вот это все, это проявление вот этой вот материальной природы, недухотворенный разум. Ум, чувства, вот это все, они очень, причиняют очень много вреда как живому существу, так и всем окружающим. Вот почему здесь говорится, что живое существо, оно страдает с самого начала, как только получает тело, оно сразу же начинает страдать. Вот. И разум, разум, он отвечает за возвышенные вещи. Вот. И наша задача, то есть, принять эту абсолютную истину в нашу жизнь, просто принять ее и все. Абсолютная истина, она все сделает потом сама, все сделает за нас, сама. Но наша задача принять эту абсолютную истину в нашу жизнь. Вот. Это опять же проявление вот этого нашего разума. Если мы наш разум одухотворенный не включаем, то у нас все, дальше идет животный уровень, даже если он в человеческом теле находится, живое существо. Вот. И еще один момент, вот я хотела рассказать, когда я читала этот стих, Шиил Прухпада здесь говорит, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, Вишну, не нужно никаких атрибутов. Здесь вот еще я хотела одну вещь сказать. Опять же, вспомнила и со своей практики. Вот еще в самом начале сознания Кришны, когда сколько там лет прошло, не знаю, когда еще были вот эти обыски, преследования. Я еще до конца не понимала, что такое сознание Кришны. И я думала, что сознание Кришны зависит от того, сколько ты накопишь вещей, связанных с Кришной. Вот всякие там открытки, разные кассеты, книги, картинки, в общем, ну все разное, ну лишь бы что. В общем, любая атрибутика, какие-то вазочки, еще что-то, в общем, что-то индийское. В общем, чем больше индийских вещей дома, тем больше сознание Кришны. Вот я вот так вот воспринимала. Я так себя защищала, как бы вот от этого, атрибутикой. И я думала, что вот это сознание Кришны, это сознание Кришны. Вот. И потом в какой-то день к нам пришла, пришла КГБ, и в общем, это милиция с обыском. Я не буду там рассказывать всех деталей, потому что времени нет. Я просто хочу сказать результат. Когда вот у нас все вычистили, всю квартиру, забрали абсолютно все. Честно говоря, мне было очень страшно. Потому что забирали то, что с таким трудом все доставалось. Вот эта вся моя атрибутика, которую я вот столько... Достать в те времена бы это очень сложно. И сейчас это все ускользает из твоих рук, это все забирает. То, на что ты делаешь опору. Забрали все абсолютно, но и алтарь тоже забрали. То есть вообще ничего не осталось. Книги, кассеты, алтарь, все забрали, сложили в мешок, в общем, все вынесли. И потом я осталась вот в пустой комнате. Было абсолютно пусто. Просто тихо и пусто. И вот эта оглушающая тишина. И вот это вот... И я чувствую, что у меня нет никакой опоры. Вот то, на что ты упирался, все унесли. И я так долго сидела, и у меня внутри не было никакого баланса. И вообще это как-то было страшно. Думаю, как же жить дальше теперь? Ничего нет. Ни книг, ни алтаря, никакой атрибутики. Ничего нет. Джаб осталось. Джабу не взяли. На самом видном месте Джабу не взяли почему-то. Вообще непонятно. И вот я смотрю на этот мешочек. Я так осматриваю комнату, смотрю вот это вот, где пустое место, где алтарь такая вот. Смотрю вот это все. Картин никаких нету, ни книг, ничего. Смотрю, только Джаба рядом лежит. И у меня вдруг такое прозрение наступило. Я вдруг почувствовала, что Кришна оказывается есть. Что Кришна-то оказывается никуда не исчез. Ушла атрибутика, но Кришна никуда не исчез. И я почувствовала его полное присутствие в этой комнате, в пустой, абсолютно пустой комнате, где осталось только софа и вот этот шкаф, где стоял этот алтарь и книги. И у меня была такая глубокая реализация, что оказывается, не надо делать опору на эти какие-то материальные вещи, на какую-то материальную атрибутику, потому что Кришна не в этом суть. Не в этом суть, потому что суть у нас внутри. И даже если у нас все заберут, все заберут, Кришна из нашей жизни не исчезнет. Мне Джабу оставили, вот повторяй, медитируй. Кришна остался, несмотря на то, что комната была пустая. И мне почему-то потом страх ушел, и ушло это беспокойство. И вот почему говорит вот здесь опять же, что чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, Вишну, не нужно никаких атрибутов. Вот это то, о чем вот здесь говорит Шрилл Прухпада. Я как раз, когда это читала, я вдруг вспомнила, что так и было на самом деле. Я поняла, что атрибутов никаких не надо. Ты можешь иметь просто Джабу и в полной мере медитировать на Кришну. И тебе не надо вот этого обилия вещей, обилия каких-то тамсари, обилия каких-то картинок, еще чего-то, там вазочек этих. Ничего этого не нужно, оказывается. Хватает только святого имени и все. И вот этой вот внутренней медитации на Бога, и все. И Кришна, оказывается, существует, несмотря ни на что. То есть мы не должны опять же, вот этот вот свой разум, точку опоры переносить на этот внешний мир, на какие-то внешние вещи. Потому что это не есть сознание Кришны. Это настоящее сознание Кришны у нас внутри. Вот в тот момент после обыска я это полностью осознала. И вот это вот мне сейчас вот помогает вот по жизни идти вот с этим осознанием, что не надо слишком опираться на материальную природу и вообще на эти атрибутику и на материальные вещи. Они есть, но они могут исчезнуть, они могут сгореть, они могут куда-то там украсть могут или еще. Что-то может случиться, там землетрясение или... Ну, знаете, как материальная природа, она же такая нестабильная. Это все может исчезнуть. И что, значит, и Кришна исчез из нашей жизни? Ну, нет. Кришна остается у нас внутри. То есть вот эта точка опоры, когда мы переносим вовнутрь, в наше сердце, то мы становимся очень стабильными, и мы перестаем быть зависимы от этой материальной природы. Вот это и есть духовный разум. Это разум, который зависит от Кришны, а не от материальной природы. И потому вот здесь вот и говорит вот Шривопрухпада, что ничего не нужно. Человойка может делать это в любых обстоятельствах, если будет постоянно думать о Кришне и повторять махамантру. Вот. Хари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна Гари, Гари. Гари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Гари Рама. Вот. И потому вот говорится, что Бог это не теория. Бог, Он существует в нашей жизни. Это не теория. То есть если мы познаем Бога всего лишь только с уровня теории, то это еще не сознание Кришны. Когда мы начинаем осознавать Бога как Личность, а не как теорию, тогда наша жизнь одухотворяется. И вот тогда мы выходим на уровень духовного сознания, на уровень души. Когда мы начинаем связывать свою жизнь с Богом, не как теорию, как практику. И когда мы становимся ему быть благодарными за то, что есть, когда мы связываем себя в смысле не с материальными элементами, а с его сутью, с божественной сутью, то, что Кришна проникает в каждый атом, в каждый элемент этой природы. И когда мы видим именно это, вот это есть сознание Кришны, мы благодарны, и мы хотим от всего сердца благодарить это все Кришне. Вот это есть сознание Кришны, то есть Бог это не теория. И потому тот, кто развил вот это духовное сознание, человек, он уже не боится смерти, у него уже нету страха. Почему? Потому что мы уже знаем, что мы будем делать после смерти. Корми, они не знают, что они будут делать, они думают, что все кончится, они боятся за это тело, у них есть страх, потому что они не знают, что они будут делать, потому что они просто исчезнут, и как потом? Вот это невежество, оно все пронизано страхом. Но когда есть знание, когда мы знаем, какая у нас цель, и когда мы знаем, что мы будем делать после смерти, чем мы будем заниматься, когда, ну, чего бояться? У нас очень ясное видение есть своего будущего, и потому гарантия, гарантия, что мы окажемся рядом с Богом, когда мы в последний момент вспомним о Кришне. Вот это гарантия. И вот потому мы сейчас всю жизнь тренируемся помнить о Кришне, чтобы в последний момент вспомнить о Нем, не как о теории, а как о своем самом лучшем друге, который именно заботится о нас, и который очень желает, чтобы мы проснулись, и он очень хочет, чтобы мы вернулись к себе, к нему в смысле, чтобы мы поднялись из этого животного уровня, где сплошные страдания, как Шриман Вагова описывает. То есть у нас все козыри в наших руках, только как мы этим воспользуемся, вот как мы этим воспользуемся, то вот это и есть проявление нашего разума, воспользуемся, если не воспользуемся, значит наш разум материальный, воспользуемся, значит оно одухотворится, то есть разуму надо дать высшую цель, и тогда высшая цель нас приведет как раз именно к Кришне, к осознанию себе как душе, вот, и вот на этом уровне уже страданий нет, вот, и каждый из нас сам ответственный за эту высшую цель, никто больше не ответственный, только мы сами, в этом также проявление нашего разума, так что вот такой стих очень актуальный для нас, и который действительно подтверждается, он связан очень с нашим положением, и очень актуальный для нас, то есть разум друг, вот, как сказал Парухпада, самый верный способ обрести самосознание освобождения, это занять свой ум непосредственным служением Кришне, и развить в себе сознание Кришны, мы должны взять себя в руки, и начать практиковать бхакти-йогу сознания Кришны, и постоянно повторяя Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Ри, и тогда мы сможем раз и навсегда вырваться из круговорота рождения смертей, вот, Чиллупрухпада нам это гарантирует, так, итак, еще раз я почитаю текст, поэтому, взяв себя в руки, я стараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга чистого сознания, храня в памяти лотосной стопы Господа Вишну, я вырвусь из круговорота рождения смертей и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. вот, еще сегодня как раз вот Акшая Трития сейчас как раз очень хорошее время для молитв, вот мы как раз можем именно таким вот образом сегодня помолиться Богу, чтобы вот вот так помолиться, постараться выбраться из тьмы неведения с помощью чистого сознания и хранить вот в сердце и в уме стопы Господа Вишну, вот, и просто мы будем стараться вырваться из круговорота рождения смертей. Сегодня молитвы очень и очень сильные, это раз в году такой день бывает, Акшая Трития, то есть сегодня очень благоприятно давать какие-то клятвы, какие-то желания загадывать духовные лучше для того, чтобы вот и они в общем то, что сегодня делается, то это в общем как сказать этому сопутствует очень большой успех, вот, и потому вот мы не должны упускать такой возможности, то есть Акшая Трития заканчивается где-то в три часа дня, вот, так вот сегодня вот еще имеем время помедитировать и взять какие-то какие-то обязанности, какие-то клятвы или какие-то для себя какие-то обещания, что мы будем делать то, то, то и попросить у Кришны помощи, вот сегодня вот говорю молитвы очень сильные, вот, и мы можем просто воспользоваться этим днем, вот, и чтобы наша жизнь была очень успешна, вот, хорошо помолиться сегодня Господу об этом, очень хорошо, что сегодня так много преданных, я очень рада, что вы пришли, как раз, может быть, как раз Бог вас сюда привел для того, чтобы воспользоваться с этим моментом Акшая Трити, чтобы это, ну, сегодня день дает очень большую духовную силу, очень большую духовную силу, вот, в общем, то, что вот вы здесь, это я вам очень благодарна, что вы пришли, что вот мне выпала честь вот лекцию читать, тоже, я надеюсь, что мне это зачтется, что как-то хорошую карму, плюсик будет, в общем, так что я желаю всем нам успехов в духовной жизни, чтобы у нас действительно был духовный разум, чтобы мы при помощи него вырвались из круга ворота рождения и смертей, вот, и чтобы эта наша жизнь была последней, вот, дай Бог, чтобы так и было, в общем, так что Харе Кришна я вам всем этого желаю себе то же самое, так что вот, если, может, есть какие-то вопросы, комментарии, да, может быть, микрофон или как, не знаю, там кто-то может это подключить, или погромче тогда, вот, тогда. я хотела, чтобы вы, может, могли, такой момент упомянули, что, когда разговаривали про свое младенчество, что любовь уходит, вы сказали, и имея в виду это, как эта любовь в таком состоянии ощущается, и как она уходит, в чем это проявляется. Я потом поправилась, что она не уходит, она, она просто, как эта любовь проявляется, как это проявляется. Любовь, то, что ты, в первую очередь, ты не ощущаешь себя как тело, это уже есть проявление любви, потому что ты осознаешь себя больше, как тело, гораздо больше, чем тело, вот, даже, в принципе, говорю, ребенок телом себя не осознает, вот, и это и есть состояние любви, если мы не ощущаем себя как тело, это уже есть состояние любви, и потом ты этот мир воспринимаешь целиком, вот, просто, ты не делишь этот мир на папу, на маму, там, друзья, враги, там, или еще как-то, то есть ребенок воспринимает этот мир целиком, и посмотрите, как они очень быстро могут подружиться, у них нет врагов, и даже если их там рассердить, они очень быстро прощают, это и есть состояние любви, это когда нет агрессии внутри, когда, вот, почему вот Христос говорит, будьте как дети, это не значит, что там дурачатся, как дети, а вот это вот состояние, вот, ребенка, восприятие мира, чистое восприятие мира, как у ребенка, то есть, когда, вот, они воспринимают мир через любовь, посмотрите, они как легко проявляют вот эти качества любви, и они, они любят весь мир сразу, они любят и папу, и маму, и собачек, и кошек, там, и деревья, они там всех там погладить могут, и все, вот это вот есть состояние любви, вот, и когда вот это чувство уходит, когда человек начинает отождествлять себя с телом, вот, тогда любовь начинает, ну, сжиматься, как бы, да, то есть, потому что сердечная чакра, она становится такая более, ну, закрытая, наверное, потому что тело, оно имеет ощущение телесной концепции, такое влияние, что вот эта сердечная чакра, она сжимается просто у нас, то есть, страх, он все, он противоположен любви, чем больше мы привязываемся к телу, тем больше страха, значит, тем меньше любви, прямо пропорционально получается, если мы не тело, значит, все, значит, автоматически мы есть любовь, вот это коротко, если я понятно сказала, Ария Кришна, интересный момент, какой удивительный, Кришна, как Вы говорили, животные находятся на уровне инстинктов, но, допустим, осознавать Бога они все-таки могут, то есть, это наблюдало, ну, на прямом смысле, когда повторяла джапу, пришла мышка, она стала на две ножки, стала слушать, я видела ее глазки, то есть, это, ну, удивительное какое-то состояние было, что я не одна повторяю, она слушает, и она тоже, ее, на нее это оказывает, влияет, ну, влияет ее на нее, это какое-то чувство было, ну, такое родство, родство, такое душевное, какое-то, ну, это, наверное, параматма действует, через животное, то есть, через живое существо, другое, ниши, объясните, пожалуйста, это связь на уровне параматмы, то есть, у животных, у них нет сознания, конечно, вот, животные во Вриндаване, они там, вот, в Святой Драме, не другие, но вот здесь, вот, вне Драмы, животные, они полностью покрыты, вот, иллюзией какой-то, то есть, у них сознания нет, но у животных есть, вот, как я в начале лекции говорила, что у них есть, поскольку они живут по закону Дгармы, то у них связь с параматмы очень сильная, то есть, они слышать, они могут, да, они могут это делать, но, то есть, у них нет сознания, вот, то есть, на уровне параматмы, может быть, да, связь появилась, она может так просто, как бы прислушаться, как звук, как-то что-то такое, а слушать они не могут, но они не осознают этого. Просто я думаю, что это всё-таки уровень, ну, я, когда мы говорим, что думаем, значит, это какая-то спекуляция, да, потому что, говорится, что в Шимат Бага, ну, как есть, я сейчас не могу, как сказать точно, но там есть разные уровни знания, получения знания, это тоже, когда мы получаем знания своими чувствами, да, как вы рассказывали, эта женщина, мама, вот, Читани Чан, она своими чувствами, она не из священных писаний, и это может быть какое-то, да, понимание, но оно не окончательное, и может быть, так, не так уж правильно, потому что, я помню, мы смотрели фильм, в детстве там тоже, что там шли там в небо, там, как эти, снег падал, да, у каждого разное познание, и мы начинаем спекулировать по-разному, как это всё выглядит, и как это Бог выглядит, да, но говорится, что, вот, я сейчас не знаю, там, пратьякша, нумана, там, да, такие познания, сейчас я их не помню точно, да, но познание, как говорится, что отдаётся из священных писаний, да, то есть, и говорится, что такое духовный разум, да, разум, это, как говорится, ну, правопада в Баговодите очень просто приводит этот пример, есть вожи, есть лошади, чувства вожи, это ум, разум, это который направляет, да, а душа, она сидит в колеснице, и то есть разум, это правопада даёт, как разум, он отличает, что хорошо, а что плохо, вот ум, он, это вожи, а лошади, это чувство наше, и говорит правопада, что духовный разум, это разум, когда, да, это разум, все, все их животные, и они могут отличать, что плохо, и что хорошо, что нельзя, что можно, да, их можно научить, и также, и человек, его тоже можно научить, то есть это, когда он будет читать Священное Писание, это и есть духовный разум, когда мы отличаем, что хорошо, а что плохо, вот, ум это просто вожи, они направляют чувства, они подвластны, это какой разум, если разум возничает сильный, тогда чувства не управляются, если разум не сильный, он не может держать вожи, но я говорила об этом, вот я по этой схеме, вот как раз я уже все это рассказывала, я не знаю, вы были или нет, да, я была, но просто их невозможно поднять до уровня души, просто Бхага, там еще, Бхагавиде говорится, что душа, она может как бы, ну, она не действует, она желает, реально, то есть она, мы сначала пытаемся задействовать наши чувства в поклонении, то есть, но я немножко про это, а еще вот про это, про животных, да, на лилоприю, как бы, потому что у меня тоже есть свое, как бы, такой опыт личный, я шла однажды, и очень часто бывает, что у нас, мы говорим, что, ну, лошади там были, и они, знаете, как вот этот, у них было препятствие, они должны прыгать с этим, как рейтелис, да, у меня было такое, я просто, какое-то, животные, они чувствуют на другом уровне, на самом деле, у них есть такое, у них есть мистические силы, и про упады так говорит, и вот этот орел, он как летит, и он видит. Потому что у них параматма, связь с параматмой очень сильная. Я не знаю, параматма, не параматма, но мистическое, это, как бы, как сказать, это материальное чувство, и оно, я как бы, эта лошадь, она скакала с этим, и она перед этим, ну, как сказать, перед, надо перепрыгнуть, я внутри так направила, что этого не будет, ну, просто, я, связь с этим животным, как бы, наладила, ну, просто, и она остановилась, эта лошадь, следующий круг идет, и у меня такое, как бы, я просто шла, ну, это, и я, ну, как Кришна дает такое, как бы, ну, конечно, не направляю на такое, но, как бы, мы против, сознание Кришны, все это, как бы, проявляется, но мы на это не обращаем внимания, ну, то есть, животные или собаки, вот я иду, в Киеве бывают, да, собаки бегают, и как я направляю свое, он чувствует, боишься ты или не боишься, собака, если ты боишься, собака, собака будет на тебя нападать, просто у них на другом уровне, это все чувство, действует вот это, и даже Шила Праупада говорил, по-моему, Шута Кирти Прабу, или там какой-то, даже показывали, вот, по-моему, по видео, Праупада сказал, как надо этим, если собака, надо говорить хат, ну, то есть хат, и он не будет на тебя, ну, на это, на какое-то слово, и там прибежала, какая-то обезьяна, и она хотела что-то отнять, и этот слуга, он начал вот хат-хат, и она все равно, она так направилась, просто у них такие, кто кого, то есть у них на другом уровне все идет, как бы, он внутри оступился назад, ну, как бы, вот эта слуга, и эта обезьяна начала делать, что она хотела, она просто чувствует, ну, твое настроение, и у животных немножко по-другому, мы говорим, да, человеческое тело, но Праупада говорит, что многие животные, у них мистические силы, рыба, Праупада говорит, что это тоже мистическое, то есть, и вот это я вижу, как вот эта мышка, да, это просто они на другом, они чувствуют вот ее, чувствуют ее концентрацию, да, и на другом уровне совсем, это может даже, мой духовный учитель говорит, когда у него была собака, говорит, кажется, что они любят тебя, там, самый лучший друг, но что его привлекает, привлекает вкус твоей кожи, привлекает просто, а не так отношения все, вот всякие принимают, ну, это как бы я не только из-за своего, но тоже как бы, Праупада, как говорили, но в любом случае, факт, что мы должны освобождаться от всех этих инстинктов, выходить на духовный уровень, на уровень разума, может, еще у кого-то есть какие-то вопросы, или уже, ну, поминяю, ка? Сирдия стекра, ну, кирясь и села, а что это как-то, или это спецнер, Чем отличается сердечная чакра от души? Душа — это не материальное понятие, это духовное понятие. А сердечная чакра — это там, на этом уровне могут быть какие-то возвышенные эмоции, но это могут быть чувства. То есть они могут быть одухотворённые, могут быть неодухотворённые. То есть вот в этом разница. А душа, она только духовная. Но это если коротко, просто я не могу сейчас много говорить, потому что уже время. В двух словах буквально. Лекция идёт. Люди вышли на духовный уровень. Может, ещё есть какие-то вопросы или дополнения? Окей, тогда спасибо вам за ваши вопросы, что вы слушали. Спасибо. 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 Продолжение следует...